Мы продолжим, друзья, с вами, братья и сестры, изучение послания Иакова, практическая христианская жизнь. Сегодня у нас будет уже вторая глава. Первая глава касалась таких вот общих вопросов, если так можно сказать, нашей жизни. Какие благословения имеют верующие люди, когда они попадают в сложные обстоятельства? И второй вопрос, вторая часть первой главы касалась, как переносить искушение. И вот теперь это как бы такая общая, может быть, даже можно назвать ее вступительной главой. И вот теперь со второй по пятую главу до конца послания Иаков будет касаться разных вопросов христианской жизни, которые были важны и актуальны в то время, но интересно, что они также важны и сегодня. Прошло столько много времени, но вот, во-первых, в нас, в людях, ничего не изменилось, в нашей сущности внутренней. Вот, ну и так Бог позаботился, чтобы было записано именно то, что будет важным во все времена. И сегодня у нас вторая глава, и первая тема, которую затрагивает Иаков, она не очень приятная тема. Первая глава – это лицеприятие. Вторая глава, первый стих Иакова. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица». Лицеприятие – это предпочтение одного человека другому. По-разному относиться к людям в каких-то одинаковых или похожих ситуациях. Знаете, сегодня есть много таких современных слов. Может быть, слово «лицеприятие» они так часто используют, но сегодня современные слова – это предвзятость, или пристрастность, необъективность, предубежденность. Ну, а вот раньше было такое слово «лицеприятие». Иаков видел эту проблему в Первой Церкви. Друзья, наверное, она есть и сейчас. Ну, я, наверное, говорю в том смысле, что вы, наверное, согласитесь со мной, что эта проблема, она и сегодня присутствует или может присутствовать в нашей жизни. Помните случай из Ветхого Завета, когда в одной семье случилась не очень приятная или очень неприятная ситуация, когда родной сын у своей матери украл деньги. И вот когда она обнаружила, что кто-то украл ее деньги, она говорит «проклят этот человек, который украл у меня деньги». Но когда она узнала, что это сын ее сделал, она говорит «благословен ты, сын мой у Господа». То есть сын, наверное, испугался и говорит «мама, это я твои деньги взял, твое серебро, которое ты там собирала». Она сразу говорит «а, сын, ты благословен». Как так может быть? Значит, если кто-то, то проклят, а если сын мой, то благословен. Это лицеприятие. Вообще лицеприятие, оно может проявляться достаточно разнообразно. Когда в отношениях с другими людьми, а мы все с вами находимся во взаимоотношениях, друг с другом, в семье, в церкви, в обществе, когда во взаимоотношениях во главу угла ставится что-то, на что мы обращаем внимание. Например, это может быть привлекательность, это может быть образование человека, это может быть материальное благополучие, может быть принадлежность какой-то известной фамилии. Вот известный человек такой, у него богатое родословное, может быть, в братстве. Это может быть какое-то видимое служение, церковная должность и так далее, и так далее. В общем-то, это нескончаемый перечень, по которому мы можем одного человека предпочитать по отношению к другому или даже к другим людям. Знаете, даже бывают такие ситуации, когда те, кто, допустим, давно пришел в церковь, они могут не совсем правильно относиться к тем людям, которые недавно. И знаете, удивительно бывает и наоборот. Те, кто недавно пришли, или те, кто из верующих семей, и те, кто вел греховный образ жизни. И бывает вот так вот, неправильные отношения как в одну сторону, так и в другую. Знаете, я читал один рассказ, я думаю, скорее всего, это выдуманная ситуация, хотя похожая ситуация, она может, возможно, произойти и в реальности. Одного человека пригласили быть пастором или пресс-фитером в одной большой церкви с другой местности. И вот наступило воскресенье, когда он должен был приехать, и его должны были представить. И он был до этого незнаком. И он, знаете, он так оделся попроще, приехал и так прогуливался вокруг молитвенного дома. Верующие шли на собрание, большое количество людей, а он так в простой одежде старался как-то обратить на себя внимание. Совсем малое количество людей на него обратили внимание, но кто-то подошел, позвал его. А так в основная масса прошла мимо. Потом, ближе к началу собрания, он сам начал приставать к верующим. Знаете, что он начал делать? Он денег у них просил. Вот они идут в собрание, а он подходит и просит деньги. Ну, вид у него такой ниже среднего. Денег ему, конечно, никто не дал. Ну, зачем? Не знаем же, куда он потратит. Мы же всегда думаем, что это только на выпивку, на плохое что-то. Денег ему никто не дал. Началось собрание. Он зашел в собрание. Ну, как бы его звали до этого. Зашел в собрание. Сам разместился, нашел себе место. Никто не пошел там навстречу ему. Никто его не рассаживал. Просидел в собрание. И вот в конце, знаете, торжественно объявляют. Сегодня мы вот рады представить вам нашего нового будущего служителя. Пожалуйста, пройдите сюда вперед. И выходит этот человек в такой простой одежде. Вот, ну, знаете, он не просто вышел. Там есть, я сейчас уже не помню, там есть продолжение. Он вышел и сказал им короткое слово. Ну, и слово это было, знаете, оно было нелицеприятным, да? Оно было таким обличающим. Он говорит, знаете, что я сегодня увидел? Да, вы, говорит, красиво одеты, у вас так все устроено, у вас хороший молитвенный дом, вас много, вы тут поете, улыбаетесь. Знаете, я не увидел чего, говорит? Я учеников Иисуса Христа не увидел. Ну, и вот так он немножко им, вот, с кафедры их обличил. Да, эта ситуация, скорее всего, придуманная, но я уже сказал, что это вполне, вполне в нашей жизни возможная ситуация. Друзья, в послании Иакова этой теме посвящена половина второй главы. Первые 13 стихов, я буду их сейчас последовательно читать, и мы посмотрим, какое влияние лицеприятие оказывает на нашу христианскую жизнь. Знаете, так совпало, ну, может быть, это не Иаков, может быть, это я так вижу. Когда я смотрел, какое влияние испытания оказывают на нашу христианскую жизнь, у меня тоже получилось 5 пунктов. Начало было испытания, на что влияют, помните? На нашу веру. И заключение, пятый у меня пункт был, испытания обязательно будут вознаграждены. Интересно, когда я стал смотреть лицеприятия, как они влияют, у меня опять получилось 5. Ну, вот я так увидел 5, может быть, их больше, может быть, меньше. И, знаете, получается так, первый пункт, лицеприятие тоже влияет на нашу веру. А второй пункт, лицеприятие будет, что? Ну, не вознаграждено, а осуждено. Ну, а остальные пункты немножко отличаются. Итак, первое, лицеприятие несовместимо с верой. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа Славы, не взирая на лица. То есть, здесь конкретно говорится так, что имейте веру без лицеприятия. То есть, вот вы веруете в Господа Славы, все это хорошо, но у вас не должно быть лицеприятия. Потому что вера, она не согласуется с лицеприятием. Это просто несовместимые вещи. Друзья, я не знаю, ну вот конкретно здесь, чем руководствовался Иаков, или какие он мысли имел, потому что он в этом плане, ну, может быть, так подробно не говорит, почему это. Почему? Почему вера не согласуется с лицеприятием? Вот почему он взял их, так сопоставил и говорит, нет, это несовместимые вещи. Да, можно, наверное, сказать в общем, что, ну, вера и любой грех нашей христианской жизни, это понятие несовместимое. Но почему-то Иаков вот так ставит, вот если вы веруете, то веруйте так, чтобы не было у вас лицеприятия. Так смотрите, мы же веруем в Господа Славы, а лицеприятие к кому оказываем? К друг другу, да, к другим людям, ну, кажется, ну, это ж разные вещи. Друзья, оказывается, нет. Вообще послание Иакова, ну, это вот следующий раздел будет такой, его центральная тема, показать, как наша вера со всеми нашими знаниями, там, теоретическими, богословскими, библейскими, какое влияние оно оказывает на практическую жизнь. И поэтому Иаков говорит, вот вера в Господа, и вот ваша практическая жизнь в взаимоотношениях друг с другом. И если в Бога верим, а друг к другу лицеприятие оказываем, то это понятия несовместимые. У меня, у меня, ну, ход моих мыслей примерно такой. Знаете, Иисус Христос на нашей земле, когда Он совершал Своё служение, был человеком, Он был очень неприглядным. В Нём не было ни вида, ни величия. В глазах этого мира Он был, ну, просто, ну, знаете, как говорят, ну, ниже среднего. Ниже среднего. Город, в котором Он жил, и Назарет, это так себе городишко. Знаете, ну, ничего там особенного нет. Семья его небогатая. По всем внешним признакам денег у него никогда не было. Работы хорошей, но такой вот обеспеченной положения в обществе никогда не было. Там дома какого-то богатого не было. И по человеческим меркам, ну, вот такая жизнь тебе там уже за 30 лет, и твоя жизнь, ну, катастрофа просто. Ты ж ничего не достиг, ты ж ничего не добился. Ты там с раввинами не сидишь, вроде умные вещи говоришь, но ни должности у тебя, ни работы, ни денег, ни богатства. И Иерусалим в то время, Иерусалим, это центральное место, где вот Христос совершал служение, и вокруг, это вообще обочина Римской империи. То есть люди, если хотели себя как-то показать, они шли куда-то подальше. Рим, Греция хотя бы надо было. Там вся концентрация была всех умных, известных. Вот Христос по человеческим меркам, ну, вообще был, вообще по-человечески в проигрыше. Но на самом деле служение, которое совершал Христос, это величайшая Божья победа. Братья и сестры, я попутно скажу такую мысль, вот когда я размышлял об этом, она не совсем касается лицеприятия, но она касается нашей жизни. Вот если вам кажется, что вы в своей жизни, ну, что ваша жизнь как-то, ну, не так устроена, как хотелось бы, или кто-то вам об этом говорит, что вот вы чего-то там не имеете, или чего-то не достигли, мы должны с вами знать одну важную вещь. Если мы живем с Богом и живем по Его заповедям, то это, это самое главное, и этого достаточно. А все остальное, там, будет у тебя крутой автомобиль, много денег, или не будет, или будет у тебя много здоровья, или там у тебя еще что-то, какие-то приобретения, семья, или не будет семьи, там, муж, жена, два высших образования, или всего девять классов, это не так важно. Это не так важно, это не имеет большого значения, если вы живете с Богом. И вот Христос, Он не имел какой-то внешней привлекательности в глазах людей, но это не помешало Ему выполнить самое главное, самое важное служение, то, ради которого Его сюда и послал Отец. Еще Христос не относился к людям с лицеприятием. То есть, Он сам не имел какого-то привлекательного вида, так, чтобы по этому внешнему виду можно было как-то на Него обратить внимание, но и Христос никогда не относился к людям с лицеприятием. И вот Иаков теперь говорит, имейте веру в нашего Господа славы, не взирая на лица. Иуда в своем коротеньком послании, там всего одна глава, он говорит о людях, которым дает такую характеристику. Люди душевные, люди, не имеющие веру. И помните, что там сказано про лицеприятие? Что, у них есть лицеприятие или нет? Ну, там целый перечень характеристик этих людей, и он говорит, они оказывают лицеприятие для корости, но у них веры нету. Это душевные люди. То есть, они просто, почему они так ведут себя? Потому что они в этом видят определенную выгоду. Если мы с вами хотим расти в вере, нам нужно бороться с лицеприятием. Вторая мысль. Лицеприятие разрушает взаимоотношения. Второй, четвертый текст я читаю во второй главе. Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или сади здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Друзья, вот такую картину рисуют. Она вполне реальна. В то время заходит человек, и на него сразу все внимание. А почему? А потому что он выделяется. Золотой перстень. В то время очень сильно это подчеркивалось. И даже один из, как его говорят, отцов церкви или служителей церкви первых, ну это не помню уже, второй, третий век, Климент Александрийский, он даже такие наставления давал верующим. Тогда это было, наверное, попроще у них. Он говорил, больше одного перстня не одевайте. То есть один можно было. Потому что что делали люди? Чтобы показать свою значимость, они на каждую руку одевали по перстню. И вот он такой заходит, и сразу видно, кто пришел. И поэтому говорили, один, все, максимум, больше нельзя. Но есть такое. А неверующий философ, и я читал, вот этот учитель Нерона Синека, он говорил так, ну то есть наоборот, на все пальцы одевайте. Но это неверующий человек был. Вот хотите себя показать, одевайте перстни, украшайте перстнями каждый палец на вашей руке. А Климент говорил, один, и то, такой, чтобы на нем был какой-то христианский знак, там рыбка или голубь, якорь это было, считалось христианским знаком. То есть это было так распространено в то время. И вот заходит этот человек, и все. Но следом заходит еще один, а у него одежда бедная, даже это слово подразумевает, перевод этого слова можно допустить, не просто скудная, но такая даже и грязноватая, простоватая. А что, если человек бедный в то время, и, в общем-то, у него мало перемен одежды, и он все время ходит в одной одежде, ну если у вас всего одна одежда, ее, в общем-то, трудно содержать постоянно в чистоте. Понятно, что она и потрепанная, и помятая, и, может быть, даже грязноватая. О, сразу все понятно, да? То есть сидящим в собрании все понятно. Первый зашел, и второй. И, соответственно, отношение такое. Первому говорят, ты вот так, ты садись сюда, самое лучшее место нашли, может быть, даже кого-то попросили, так, ты уйди, вот он сейчас сюда сядет. А когда второй зашел, ну к нему отношение, да, сядь где-нибудь, да, вот, а где, да? Да, все места заняты. Да вот, хоть возле ног моих. И вообще можешь постоять. Ну ничего страшного, ну видишь, все места заняты. Вот такую картинку нарисовал Иаков. Друзья, лицеприятие разрушает взаимоотношения. Вот если мы говорим в каком-то краткосрочном периоде нашей жизни, ну тогда, может быть, такие вот двойные стандартные могут быть и выгодны. Богатый человек, его посадили, посадить хорошо, так он же, то есть, если он туда в копилочку что-то кинет, церковную, да, то там крепко зазвенит, да, а бедный, что бедный? Ну, бедный, с бедного-то и взять, и взять нечего. В книге притчей написано так, быть лицеприятным нехорошо. Такой человек из-за кусок хлеба сделает неправду. Опять же, смотрите, вот лицеприятие и скорости Иуда пишет, а здесь за кусок хлеба такой человек, который лицеприятный. Ну, казалось, ну что тут такого? За кусок хлеба сделает неправду. Сколько множества различных действий нашей жизни, решений нашей жизни могут происходить по причине того, что вот лицеприятие проявляется или лицеприятие как-то допускается в нашей жизни. Христос говорил так, не судите по наружности, судите судом праведным. Что подразумевалось, что Писание подразумевает под праведным судом? Об этом и Павел немало писал. То есть внешний суд по внешним признакам чаще всего, 90% или 100% он может быть ошибочным. Оценка по внешним признакам. Знаете, сегодня очень-очень так распространено, вот все на внешнее. Вся реклама на этом построена. То есть так вот в глаза людей красивую картинку сделать и все, и человек увлекается. И если мы в церкви будем отношения тоже по таким же признакам строить, то, в общем-то, отношения наши будут страдать. Пришел человек в собрание, его хорошо встретили, ну первый, да? Ну что, разве это плохо? Так а заходит второй, а к нему отношения... Знаете, даже в то время, когда люди, в общем-то, попроще были, но все равно сказать человеку, сядь возле ног моих, это было унижение. Как бы там ни было, люди сидели на... Ну, могли спокойно сидеть, где придется, и на земле, на полу. Но вот так вот сказать в собрании, сядь у ног моих, даже в первом веке, это очень серьезное унижение человека. И Иаков говорит, и вы это легко допускаете. Братья мои, он говорит. Часто в послании Иакова, часто эта фраза, братья мои, братья мои, это прям фраза, которая делит разные смысловые отрывки. Братья мои, это братья мои возлюбленные, что вы делаете, да? Вот, хотя эти братья уже и рассеяны по разным городам, но Иаков помнит, наверное, еще то время, когда они все были вместе, и он говорит, не поступайте с лицеприятием. Вот, за кусок хлеба такой человек может сделать неправду. И другая ситуация. В послании евреям написано так, написано о странноприимстве, в 13 главе написано. И там Павел говорит так, что вот ревнуйте вообще о странноприимстве. А почему? А потому что некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Друзья, вот в контексте наших рассуждений странноприимство – это как раз противоположная ситуация лицеприятию. Почему? Потому что когда вот эти некоторые, возможно, это Авраам был, может быть, еще кто-то, они принимали людей к себе в дом. И, ну там, угощали их, может быть, на ночлег оставляли. Они не знали, что это ангелы. То есть написано не было, вот я ангел. Но все равно эти люди принимали. И оказалось так в некоторых ситуациях, что у них в гостях были ангелы. Понимаете? Лицеприятие – разрушим отношения даже друг с другом. А быть нелицеприятным, быть странноприимным человеком, то может оказаться, что вас на обед посетят ангелы. Хотя вы даже, может, и знать не будете этого. То есть вы их покормите, они уйдут, ну, были у вас ангелы. И, в общем-то, не важно, что вы это не знаете. Знаете, это лицеприятному человеку важно, да? О, я вот пригласил такого известного, великого, да, издалека приехал служитель, вот я его там пригласил в гости, покормил, руку ему подал, поздоровался с ним. Вот нелицеприятному человеку не важно. Сделал хорошее дело, сделал доброе дело, а кто там? Но иногда бывает, что это ангелы. Лицеприятие третье. Лишает церковь благословения. Пятый, седьмой стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные», — говорит Иаков, «не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? А вы презрели бедного. Небогатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Знаете, однажды ко Христу подошли люди, которые были к нему не расположены. Они специально подошли для того, чтобы его уловить, но у них такая вступительная речь была, довольно длинная. И знаете, и эти слова, которые они сказали, в общем-то, они были правдивыми. Посмотрите, какую характеристику эти люди, которые Христа не любили, и которые Христа хотели уловить, тем удивительно от них услышать такие слова. Они так сказали. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Даже враги не могли Христа обвинить в лицеприятии». Они говорили, «мы знаем, что ты на лицо не смотришь, мы знаем, что ты нелицеприятный». А смотрите, что говорит Иаков, если проявляется лицеприятие. О чем это свидетельствует или о чем это говорит? Он говорит, «вы не становитесь ли в этом случае судьями с худыми мыслями?» То есть, судьи с худыми мыслями, что это за судьи такие? Знаете, это вот как неверующий суд. Проплатили судье, и ты там уже не жди хорошего, правильного, справедливого решения, да? Там будет худая мысль. Люди приходят на место суда, как в Библии написано, а там беззаконие, а там справедливости нет. И вот Иаков говорит, понимаете, вы как судьи с худыми мыслями. То есть, вы судья, который начинает судебный процесс, но не с тем, чтобы разобраться и каждому по справедливости дать. А вы заранее уже знаете, какое будет решение. Вы судьи с худыми мыслями. И так быть не должно. То есть, получается, что вот этим поступком, когда мы проявляем лицеприятие, мы в церкви поступаем так же, как неверующие люди поступают где-то в судах, на работе, там еще где-то во взаимоотношениях, утверждают мирские ценности. А когда в церкви утверждаются мирские ценности, тогда церковь теряет духовное влияние. Она перестает влиять на этот мир. Когда в церкви отношения ничем не отличаются от отношений между неверующими людьми, интриги, сплетни, лицеприятие, предвзятость, как в мире, на суде, на работе, где-то карьерный рост, и все такие движения, манипуляции другими людьми, то это мирские ценности в церкви. И церковь тогда теряет свое предназначение. Бог совершает спасение совершенно по другим принципам. Здесь очень, ну я постараюсь короче уже говорить, Яков это говорит, вы посмотрите, вы посмотрите, что вы делаете. Вот богатые люди, нет, не тот богатый, который зашел в собрание, ну я не думаю, что вот который зашел, и он же является и гонителем, нет. Он говорит, в общем, в принципе, богатые же люди, вот они, они главные ваши противники. У них в мире есть связи, у них в мире есть деньги. И если вот ваш молитвенный дом вот не понравился, вот богатый человек захотел, чтобы у него там был, ну я сейчас библейскую историю, захотел, чтобы у него там был виноградник или что-то еще, да? Ну что-то, что он будет делать? Овощной сад, да, что он будет делать? Он будет ваш виноградник отсюда убирать. Если он захотел что-то, у него есть деньги, у него есть связи. И вот Яков говорит, вот что вы делаете? То есть, когда вы в церкви начинаете так поступать, этот богатый, этот бедный, этого я люблю, этого не люблю, вот предвзятое отношение. Ну то, по сути, вы сами отдаете предпочтение тем людям, ну от которых, в общем-то, в мире ничего хорошего. Он как бы говорит, посмотрите, когда человек быстрее к Богу идет, какому человеку легче евангелизировать? Какого человека вообще, с каким человеком Богу легче разговаривать? Да, конечно же, с бедным. А что вы делаете? Уже в вашем собрании, который уже пришел, а вы, говорит, призрели, призрели бедным. Церковь, когда есть лицеприятие, лишается благословения. Лицеприятие отвергает заповеди Божьи. Протесты, еще две мысли. Отвергает заповеди Божьи. Посмотрите, как здесь он говорит, 8 стих. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ну и дальше еще 11 стих он говорит, что потому что тот же самый, который сказал, не прелюбодействуй, и тот же сказал и не убей. И поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. То есть лицеприятие, оно перечеркивает учение Христа. Иаков говорит, я так себе представляю, что, наверное, верующие, которым он это писал или которым он наставлял, они ему немножко возражали. Они, наверное, ему так говорили, ну слушай, Иаков, ну что, ну а вот зашел человек, ну что, его не надо встретить? Ну и что, что он в богатой одежде, ну что, у него перстни, ну что, мы плохо, что ли, делаем? Иаков говорит, нет, вы неплохо делаете. Если вы в этом случае, вот зашел человек, какой бы ни был, и вы его хорошо встречаете, усаживаете, оказываете ему внимание, вы что делаете? Вы исполняете закон царский по Писанию «Возлюби ближнего твоего». Отлично, прекрасно. Но это неправда. Почему неправда? А потому что, когда следующий заходит человек, ваше отношение сразу меняется. То есть, если вы исполняете закон царский по Писанию, вы всегда будете так поступать. Хоть какой человек зайдет. Но если вы так не поступаете, то значит, значит что? Он говорит, вы поступаете с лицеприятием, а лицеприятие – это грех. Вы можете считать себя, в общем-то, порядочными людьми, потому что вы не прелюбодействуете, потому что вы не убиваете. А он говорит, но вы все равно нарушаете заповеди Божии, если поступаете с лицеприятием. И как бы он немножко, Иаков здесь рушит иллюзии верующих людей в отношении их практической жизни, в отношении христианства. В молодцы, не убиваете, не прелюбодействуете. Пятерка вам, да? Но если с лицеприятием поступаете, грех делаете. И тот же, который сказал, не убивай, не прелюбодействуй, тот же самый сказал, что и с лицеприятием поступать не надо. То есть, закон Божий, он такое свойство имеет – единство, целостность. И поэтому ты можешь делать большой грех, можешь делать маленький грех, как тебе кажется, ты все равно преступник закона. И последняя мысль – лицеприятие будет осуждено. 12 и 13 стих. Друзья, вообще лицеприятие, оно показывает, ну, проявление лицеприятия показывает, что мы не понимаем характер Бога, который очень милостив. И, кстати, эта милость, она к нам проявляется. Мы бы здесь не были с вами в этом собрании, мы бы не были детьми Божьими, мы бы не знали Бога, если бы не проявлялась Его милость к нам. Но теперь Яков говорит, посмотрите, если вы, получившие милость, и Бог с вами по милости поступил, и вы теперь эту милость не оказываете другим людям, вы вообще на что рассчитываете? Ну, как бы, когда вас будут судить, неважно, Бог или, в общем, или даже, может быть, другие люди, вот на что вы тогда рассчитываете, если вы с вашей стороны не готовы проявлять милость, такую же, как вам проявил Бог, вы будете тоже, вы будете осуждены. В притчах написано так, сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы. Представляете, какое закладывается лицеприятием, ну вот такое, на года народы будут проклинать человека, который поступает с лицеприятием. То есть пройдут годы, возможно, и кто-то в будущем, ну, будет очень нехорошо отзываться, лицеприятие будет обязательно осуждено. И оно, и даже, возможно, уже в нашей жизни здесь, и в вечности тем более. Друзья, потому что я смотрел, ну, пытался посмотреть разные тексты о лицеприятии, я уже заканчиваю. И всегда, когда упоминается Бог и лицеприятие, знаете, всегда написано так, Бог нелицеприятный. И эта фраза очень много раз подчеркивается, Бог нелицеприятный. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни вот вера была настоящей, которая могла бы проявляться в жизни, а что проявляться значит, которая бы вера оказывала влияние на нашу жизнь, тогда нужно поступать без лицеприятия. А если поступаем с лицеприятием, тогда нужно покаяться. Аминь.